Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Маша и Каша из цикла Маша и Медведь. Итак, друзья, мы уже покормили с вами ёжика, пингвинёнка, белочку, зайку, пандочку, свинку, Дашу, козочку, волка, тигра. Ну и сейчас, друзья, давайте-ка покормим кого-то из вот этих закрытых героев. И пусть это будет вот эта медведица. Не, надо деточку кормить, надо деточку кормить, надо деточку кормить, чтобы деточка росла. Здорово, здорово, Машенька. Давай-ка вот добавим водички, сварим кашку для нашей медведицы. Вот сыпем кашку. Отлично. Ага, вот вижу, новые продукты у нас добавились, друзья. Здорово, здорово. Так, вот, муки просит в наша медведица, чтобы их насыпали. Здорово, здорово. Вот, получается вот такие вот забавные ингредиенты. Добавляем ещё фарш. Ну, по крайней мере, очень похоже на фарш. Плюс огурец. Огурец в кашу. Огурец плюс молоко. Это что-то, конечно, невероятное, но, тем не менее, вот такую вот кашку заказала наша медведица. Плюс яйцо. Одно, мало одного яйца. Плюс ещё яйцо. И ещё, ну, ничего себе, любит наша медведица кашу с яйцами. Ага, вот ещё какой-то то ли плавленый сыр, то ли ещё. И плюс ещё шарик мороженого. Это что-то невероятное, друзья. Такая оригинальная каша у нашей медведицы. И ещё одно яйцо. Ну, как-то вот так. Очень необычно, очень непривычно. О, сколько же тебе яиц нужно в кашу? Плюс ещё груша. Ну, это не каша, это что-то, что-то необычное, но, тем не менее. Вот такой вот заказала кашу медведица. Ну, и Машенька наша её сварила для нашей медведицы. Итак, насыпаем в тарелочку и угощаем нашу любимую медведицу. Вот так. Да-да-да-да, здорово. Так, здорово, здорово. Итак, давайте ещё кого-то покормим из закрытых героев. И пусть это будет вот этот Мишка. Кашу, 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 кашу. Ну, здорово, здорово. Сейчас накормим тебя, Мишка, не переживай. Здорово, здорово. Итак, друзья, давайте-ка всыпем вот этой каши. Сыпем, сыпем, сыпем. Отлично. Замечательно. Плюс ещё яйца. Одно яйцо, наверное, недостаточно. Зная наших медведев, они одним яйцом не могут. Ага. И что это за мода бросать в кашу мороженое? Тем не менее, вот бросают наши, хотят наши животные. Вот такое. Ага, ещё яйцо. Сколько же тебе нужно яиц в каше? Любит наш медвежонок кашу. Вот ещё кусочек тыквы. Отлично. Плюс ещё сосновая шишка. Ничего себе. Хотя, возможно, это шишка из ёлки. А вот это что не пойму. То ли колбаска, то ли это картофель. Ну, больше похоже на вот такие вот сардельки. Здорово, здорово. И ещё плюс яйцо. Вот, здорово. И ещё. Это уже не каша, это уже уха у нас получается. Но, тем не менее, вот такую вот забавную кашку заказал нам Мишка. Ну, и для него мы это сделали. Так, добавляем ещё помидорку. Вот этот сыр плавленый. О, какая красотища! И так, и так, что же у нас получилось? Получилась вот такая вот забавная каша для нашего Мишки. Ну, что же, давайте-ка мы наберём. Ой-ой-ой. Так, мы же вот берём черпак. Так, черпаем, черпаем нашу кашку. Что-то не удаётся, друзья, это поделать. Вот, вот, получилось. Вот, здорово, здорово. Ну, и угощаем нашего Мишка кашкой. Да, да, здорово, очень вкусно. Ну, вот, Мишка наш наполнен, накормлен. Всё здорово. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка угостим ещё кашкой. Вот этого. Так, посмотрим, посмотрим. Ага. Не переживай, Мишка. И этого медведя тоже сейчас мы накормим. Так, вместе с Машенькой. Ну что, Машенька, берём кашку. Ну, давай, овсяные хлопья. Насыпаем крупу. Вот так, здорово. Горячая вода уже есть. Кашка готовится. И ещё кашку добавим яйцо. Добавим кусочек тыквы. Замечательно. Шарик мороженого. Вот так. Немного молока не помешает. Ох, какие интересные ингредиенты. Ну, и после молока... Ну, вот так и знал, что после молока закажет рыбу. Плюс ещё сосиска, плюс морковка. Вот такая вот неожиданная кашка. Хотя я бы сказал, друзья, что это больше похоже на рагу. Но, тем не менее, вот этот медвежонок любит вот такую вот кашку. Ну что же, хочет такую кашку, для него мы сделаем вот эту чудесную кашку. Добавим помидора. Добавим яйцо. Вот так. Очень хорошо. И плюс ещё гриб. Я надеюсь, что это не мухомор. Нет, по-моему, хороший съедобный белый гриб. Плюс ещё несколько яиц. И получится забавная каша. И да, 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 друзья, здорово. Получилась вот такая вот забавная кашка. Итак, возьмём черпаком, насыпем тарелочку. И угостим нашего Мишку. Молодец, молодец, Маша. Но мы немножко ей поможем. Итак, давайте-ка нальём воды немножко из чайника. Вот так замечательно. Насыпем вот этой чудесной каши овсяной. Овсяной хлопья. Вот, здорово. Осталось добавить грибочков. Захотел наш дедушка Мороз в эту кашку. Так, добавим ещё вот этого плавленого сыра. Плюс еловая шишка. Вот такая вот забавная комбинация каши. Плюс ещё мороженое. Плюс яйцо. Вот такие вот необычные ингредиенты. Это мука. Вот, вот, вот. Очень-очень интересная получается у нас кашка. Вот заказал рыбу. Странно, что не молоко. То у нас уже многие животные после этого заказывали, как правило, молоко вместе с рыбой. Ага, плюс ещё яйцо. Ну, здорово, здорово. Вот такая вот интересная получается каша. Плюс ещё яйцо. Ну, давай-ка. Наш дедушка Мороз заказывает. Мы для него делаем. Вот, чудесно. И плюс ещё яйцо. Ну, здорово, здорово. Ага, хочет ещё морковки. Ну, пусть будет тебе морковка. Вот так. Да, замечательно, друзья. Вот такая вот получилась у нас чудесная каша. Давайте-ка мы наберём черпак. Дадим нашему дедушке Морозу. Пусть кушает. Ну, кушай, кушай. Получилась. Да, здорово. Вот такая вот получилась хорошая кашка. Итак, друзья, давайте-ка откроем ещё. Вот последний у нас герой. Это у нас какая-то девочка. Кашу, 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 кашу. Итак, последний герой у нас, друзья, это Маша. Ну, какая-то Маша странная. Какая-то пещерная Маша. Смотрите. В звериной шкуре. С зубами хищников на шее. В виде амулетов. Ну, здорово, здорово. Давайте-ка мы накормим вот эту первобытную Машу. Очень интересная. Вот видите, какая первым делом в кашу хочет она вот рыбу, плюс сардельки, либо сосиски. Вот такие вот забавные. Плюс молоко. Здорово, здорово. Вот такая получается необычная каша для Маши. Обязательно туда яйца бьём. Вот одно. Плюс ещё добавим орешки. Вот такая вот забавная комбинация получается. И муки добавим тоже не забудем. Вот такая вот забавная получается каша для первобытной Маши. Вот даже подтверждает. А, обязательно фарш туда ещё бросим. Плюс огурец. Ну, это, конечно, каша будет просто бомба для нашей Машеньки. Либо Дашеньки. А, возможно, это Даша. Они очень между... А, хотя нет, Даша, она в очках. Маша без очков, значит, это просто первобытная Маша. Итак, вот такая вот чудесная каша получилась для нашей первобытной Маши. Здорово, здорово, друзья. Итак, Машенька, кушай вот эту чудесную вкусную кашеньку для тебя. Итак, друзья, на этой замечательной ноте мы заканчиваем вот эту чудесную игру Маша и Медведь. Всех героев мы уже прошли. Если, друзья, каких героев не посмотрели или другие приключения из серии Маша и Медведь, вы можете посмотреть в плейлисте. В конце будет ссылочка на игры с участием Маши и Медведя. А мы с вами, друзья, прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. Друзья, всем привет. И мы продолжаем приключения нашей любимой Маши и Медведя. Итак, это вторая часть из серии Маша-каша. И сегодня мы с Машенькой и Медведем будем варить кашу. Итак, в прошлой части, друзья, мы с вами разблокировали четырех зверей. Ежика, пингвиненка, белочку и зайку. А сегодня давайте-ка мы кашей покормим вот эту чудесную пандочку. Давай помогу. Хорошо. Так, давайте-ка мы... Опять придется делать все самой. Ну, здорово, здорово. Итак, возьмем водичку. Вот, чудесно. Ну, а к водичке, конечно же, кашу вот эту овсяную. Насыпаем вот так. Замечательно, друзья. Сварим сейчас кашку вот этому чудесному медвежонку-пандочке. Отлично, еще картофель. Вот так, ну, что-то. И плюс орехи. Ну, что-то эта каша уже больше на какое-то блюдо интересное получается. Плюс муку. Это точно каша? Ну, как-то вот так получается. Попробуем. А это что такое? Ага, плюс яйцо. Плавленый сыр напоминает вот этот. Так, еще плюс молоко. Вот такая вот получилась забавная каша для нашего мишки-панды. Плюс еще вот что-то в тарелочке. Не пойму, что это. То ли фарш. Ага, плюс еще рыба. Ну, вот такая вот получилась интересная каша. Ну, еще не совсем получилась. Плюс еще груша. Но это, конечно, что-то особенное. Вот. Давайте-ка бросим сюда вот это яичко. И плюс еще кусочек тыквы. Это подойдет. Вот, вот. Вот такая вот получилась забавная каша для нашего медвежонка-пандочки. Насыпем тарелочку и даем нашему. Ну, кушай, кушай, малыш. Да, здорово. Вот такая вот интересная каша. Накормили мы вот этого медвежонка-пандочку. А сейчас, друзья, давайте-ка покормим вот эту забавную свинку. Так, посмотрим. Ну, надеемся, надеемся, Маша. Ну, давайте-ка посмотрим, друзья, какую же кашу захочет наша свинка. Ну, основной ингредиент, вот видите, вода и каша овсяная. А все остальное уже как бы... Вот, ага, хочет масло добавить в кашу. У каждого животного свой вкус. Каждый животный хочет кашку по своему вкусу. Ну, ничего, мы поможем им в этом. Вот, смотрите, какая интересные ингредиенты идут для нашей свинки. Еще даже из шишку бросает. Ничего себе. Так, два яйца в кашу. Ну, пусть будет так. Вот, вот, вот такая вот интересная кашка получается. Еще кусочек тыквы. Еще яйцо. Это уже три яйца в кашу пошло. Так, это у нас шарик мороженого, как неудивительно. И плюс еще рыба. По-моему, эти ингредиенты не сочетаются, но у нас же в свинке все сочетается. Так, плюс еще и огурец. Да, это что-то невероятное. Вот такая вот получилась забавная кашка. Вы, пожалуйста, так не экспериментируйте. Вот, видите, огурец плюс молоко. И вот получается интересная кашка. Ну, не советую, не советую вам, друзья, пробовать. Но, видите, для нашей свинки это, оказывается, лучшая кашка. Вот. Ура! Получилось! Вот, вот. Нашей свинке очень это здорово понравилось. Вот такая вот забавная свинка. Накашеварила Маша, покормила ее. Ага, а вот и Дашу. А давайте-ка, друзья, мы сейчас, Маша, приготовит кашу для Даши. Вот, здорово. Ну что, начало то же самое. Вода плюс овсяная каша. А сейчас посмотрим, какую же будет заказывать нам кашку Дашенька. Так, вот каждый персонаж хочет свою кашку. Вот Дашенька хочет с морковкой и еще с шарик мороженого есть, чтобы туда попал. Плюс помидорка. Ага, вот это подойдет. Плюс шишка. Ты что, Дашенька, кто же ест шишки? Тем не менее, наша Дашенька захотела кашу с шишкой. Как ни удивительно. Плюс немножко растительного масла. Ну, вот орешки, это уже совсем другое дело. Это вкусное дело. Но еще в кашу огурцы. Это как-то, друзья, странно. Но тем не менее, вот такую вот захотела кашку Нашенька, наша Дашенька. Ну что ж, попробуем, попробуем, ребята, еще одно яйцо. Вот только посмотрим, что же получится. Жаль, что только в этой игре, друзья, не ставят оценки за то, как понравилась наша кашка нашим персонажам. Вот, вот, держись в грушу. Вот, здорово. И какой-то то ли плавленый сыр, то ли что непонятно, друзья. Пишите в комментариях. Что-то я в продуктах не разобрался. Ну, вот так, вот так. Очень чудесно так. Вот, дадим эту кашу Дашеньке. Ну что, ей понравилось. Здорово получилось. Итак, следующий клиент у нас за кашкой будет вот эта чудесная козочка. Вот, 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 вот. Давайте-ка покормим вот эту козочку. Опять придется делать все самой. Ну, хорошо. Посмотрим, что же наша козочка сегодня захочет. Итак, льем воду. Добавляем кашку. Вот так, друзья, замечательно. И кроме того, что же еще захочет наша козочка в кашку, хочет еще, чтобы ей добавили грибочек. Грибочка плюс орешки. Плюс еще помидорка. Ну что, забавная получается кашка. Картофель. Ну, честно говоря, это кашка мне больше напоминает суп. Ну, вот, смотрите, еще мороженое и груша. Это как-то, как-то, как-то очень-очень странная кашка. Но, тем не менее, нашим животным нравится, как кашеварит наша Машенька. Ну что же, Машенька, давай, давай попробуем, что у тебя получится. Вот для козочки это лучшая, лучшая кашка, которая есть. Очень хорошо делает заказ нашей Машеньки. И Машенька все здорово делает. Так, ага, еще одно яйцо. Ну, давайте-ка, давайте-ка, друзья, еще яйцо. Плюс еще рыба для козочки. Ну, как ни удивительно. Вот такая вот получилась забавная каша. Вот, жаль, только, друзья, в этой игре не видно, как животные едят эту кашу. Нравится или не нравится. Ну что, козочка обрадована. Здорово. Итак, следующий клиент у нас за кашей. Вот этот забавный серый волк. Ну, давайте-ка мы, друзья, и этого волка еще покормим. Кашу, 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 кашу. Ой, ой, смотрите, какой хитрый волк. Ждет, не дождется кашки. Ну, здорово, здорово. Сейчас мы, волк, тебе сделаем вкусную кашку от нашей Маши. Так, а Маша умеет делать кашки. Вот, добавим-ка молочка в кашку. Посмотрим, друзья, что же нам получится для нашего волка. Ага, вот, видите, хочет морковку, чтобы глазки нашего. Волка не болели. У морковки много каротина. Он очень полезен для глазок. Вот. Плюс еще яичко. Вот так. Это что, скорлупой пошло? По-моему, да, друзья, ничего себе. Волк, скорлупу уже нужно выбрасывать. Плюс еще огурец. Ну, честно говоря, волк наш дает. Дает. Вот такая вот у него получилась забавная кашка. Ого. О, по-моему, друзья, это уже четвертое яйцо. Так, и еще морковки. Ну, и еще одно яйцо. Ничего себе, друзья. Плюс груша. Ну, что-то, что-то это уже каша немножко на омлет похожа. Вот это что-то непонятно. То ли это фарш. Ну, очень похоже, по крайней мере, на фарш. Ну, в принципе, волки любят мясо, поэтому, возможно, так и есть. Вот такая вот получилась забавная каша для нашего волка. Очень здорово она им понравилась. Здорово. Итак, следующий клиент на кашу у нас вот этот забавный тигр. Давайте-ка мы его кашей тоже покормим. О, привет. Так, ну что, тигруля, давай-ка мы тебе нальем вот водички. Всыпь овсяной кашки крупы. Вот, отлично. Ну и что же ты хочешь? Какую же сделала тебе особенную кашку? Хочет особый ингредиент. Помидоры, вот яйцо. Здорово. Отлично. Кусочек тыквы. И еще вот этот продукт, очень похожий на сыр. Плавленый. Так, вот есть еще яйцо. Итак, два яйца уже пошло. Так, бутылка молока. Немножко. Возможно, это сливки. Но больше похоже на молоко. Так, еще и третье яйцо. Ну, давай-давай. Так, еще яйцо. Друзья, это уже четвертое яйцо. Ну, ага, вот еще масло подсолнечного. Влить немножко в кашку. И так, и так. И пятый, слушайте, этот наш тигр, как и волк, тоже любит яйца. Вот видите, пятое яйцо уже пошло. Еще муки немножко. И так, получается вот такая вот необычная, забавная каша. Плюс морковка. Плюс грибочки. Ну, по-моему, это уже ассорти какой-то вот такой. На кашу уже мало похоже, но тем не менее. Так, вот. Тарелочка каши. И наш тигр очень доволен. Получилось. Итак, друзья, вот такая вот такая у нас сегодня забавная получилась история с нашими животными. Вот видите, сколько животных накормила наша Машенька. Очень здорово. Ну, в принципе, друзья, возможно, давайте уже докормим наших ежика, пингвиненка, белочку и зайку. Да, а то что-то, видите, эти у нас накормленные, а те еще голодные. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, нравится ли вам эта игра и стоит ли разблокировать остальных героев. Вот видите, у нас еще заблокированы есть герои. Если вам, друзья, будет игра нравиться, ставить лайки, писать комментарии буду снимать. Если же не нравится, ставьте дизлайки. Ну что, друзья, давайте-ка, возможно, еще вот этих четырех героев накормим вот этого чудесного ежика. Надо деточку кормить, надо деточку кормить, надо деточку кормить. Давайте-ка мы их покормим. Да, 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 обязательно, чтобы ежик наш рос. Давайте-ка мы его тоже подкормим, чтобы наша Машенька уже всех зверей накормила. Что удивительно, друзья, когда я начинал, тут несколько только ингредиентов было для каши, а мы развиваем вот эту игру, добавляются новые ингредиенты. То есть вначале, вот только мы открывали вот эту, если вы посмотрите игру, у нас только была каша, овсяная, чайник и, по-моему, и все. А потом уже остальные ингредиенты понемножку начали добавляться. Это уже, видите, полностью кухня у нас заставлена всякими вкусняшками. Есть из чего варит. Ой-ой-ой. Вот, ничего себе, друзья, вы видите, на этого ежика пошло уже шесть яиц. То есть перебил рекорд. О, седьмое яйцо. Ничего себе, ну ты даешь ежик. Я думал, волку и тигру много по пять яиц. Наш ежик еще и их перебил. Ничего себе, друзья, это уже какое яйцо. По-моему, это уже восьмое яйцо, друзья. Так, плюс еще груша. Ну, что я скажу, очень-очень необычная получилась каша для нашего ежика. Ну, давайте-ка покормим нашего ежика вот этой забавной кашкой. Вот, здорово. Ну, кушай, кушай, дружище. Вот так. Да, да, да. Здорово, здорово. Очень интересно. Так, давайте-ка мы еще и пингвиненка вот этого покормим. Уже накормим всех животных. Так, давайте-ка нальем водички. Вот, здорово, здорово. Хорошо, кашу. Интересно, какую же кашу закажет наш пингвиненок. Ну, посмотрим сейчас, друзья. Ну, пингвины, они любят рыбы. Я надеюсь, он закажет рыбу. Ну, пока заказывает яйца и орешки. Вот морковку. Ну, для витаминов очень нужен сырок. Здорово, грибочек. А когда же рыбу будет ложить? Муку. Вот, замечательно, замечательно. Как ни удивительно, но почему-то наш пингвиненок все выбирает разные ингредиенты. А вот, вот, наконец и рыба. Вот такая вот чудесная щука. Очень здорово. Плюс еще и яйца. Ну, что, я думаю, очень хорошая кашка получится для нашего пингвиненка. Так, чтобы еще яйцо. Здорово, что-то, что-то очень много ты яиц хочешь, вот эту кашу. Но, тем не менее, наверное, тоже любит наш пингвиненок, чтобы побольше яиц. И еще яйцо. Ну, это что-то особенное. Ну, вот, наконец, наконец-то. Вот, здорово, здорово, друзья. Итак, наварили, наварили кашки. А сейчас давайте-ка покормим нашего пингвиненка. И да, 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 друзья, все здорово получилось. Отлично накормили нашего пингвиненка. И осталось у нас несколько голодных пациентов. Итак, друзья, вот, давайте-ка еще получим. Осталась у нас голодная белочка и зайка. Ну, что, давайте-ка вот этих двух. Кашу, 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 кашу. Ой, бедная белочка хочет кашу с Машей. Ну, ничего, сейчас Машенька тебе приготовит особую кашку. Ну, для белочки, наверное, очень важно, чтобы были орешки. Ну, пока вот просит подсолнечного масла. Наверное, орешки ей надоели. Хочет наша белочка что-то новое. Вот мороженого, яйца. Вот такая получится необычная кашка для нашей белочки. Плюс еще и морковка, груша. Вот. И еще яйцо. Да, вот такая вот необычная каша для нашей белочки. Отлично. Грибочек перетаскиваем. Так, ага. И плюс еще огурец. Ну, держи, держи, белочка. И еще рыба. Как ни удивительно, но наша белочка захотела еще и рыбку. Ну, что, необычно. Очень здорово, друзья. Так. И остается у нас после белочки последнее животное. Так, вот так. Вот так. Сварили вот такую вот необычную кашу для нашей белочки. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы ее покормим. Ну, как вкусно. Вот такая вот получилась чудесная каша. Итак, друзья, последнее животное, которое осталось нам накормить, это вот этот чудесный зайка. Надо деточку кормить. Надо деточку кормить. Надо деточку кормить. Обязательно, Машенька. Да, да, да. Обязательно, Машенька, будем кормить нашего зайка. Вот. Он очень голодненький. Посмотрите, друзья, на него. Ой, такой бедняжка. Вот такой вот няшка. Ну, ничего, не переживай, зайка. Сейчас мы тебе сделаем классную вкусную кашку. Просит наш зайка побольше яиц. Что еще? Три яйца? Ну, пусть будет так. Ага. Плюс еще молочка. Добавим, добавим. Сделаем себе сейчас вкусную, полезную кашку. Покушаешь, подрастешь. Вот. Вот. Замечательно. Смотрите, друзья, как здорово. И еще яйцо. То есть, наш зайка тоже очень любит в кашке, чтобы было много яиц. Вот. Замечательно. Очень хорошо. Вот так. И еще немножко поросительного масла. Да, 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 да. Здорово. Итак. Вот такая у нас получается интересная кашка для нашего зайка. Зайки почему-то... Ой. Почему-то не просит ни тыквы, ни орешков. Ну, вот так. Как-то вот такая вот забавная получилась каша. И еще яйцо. Ничего себе. По-моему, это у нас зайц-рекордсмен. Он уже 8 яиц использовал. Ну, давайте-ка еще муки немножко. Наверное, чтобы каша наша сейчас загустела. И да, 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 да. Здорово, друзья. Вот так мы чудесно накормили еще и нашего зайка. Итак, всех животных мы разблокированных уже, друзья, накормили. Итак, друзья, на этом мы будем заканчивать видео. А другие приключения наших любимцев смотрите в плейлистах. Вот. Вот. Видите, всех подсказков. Вы накормили всех персонажей. Возвращайтесь позже. Ну, здорово, друзья. Итак, пишите в комментариях, нравится, не нравится ли вот эта замечательная игра. И стоит ли разблокировать других животных. А мы с вами прощаемся. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите комментарии. Всем пока, друзья.